Добрый день. Наш сегодняшний пост будет посвящен вот этой шапочке, точнее, бейсболке. На бейсболке, как вы видите, написано «Рашют Атэва Вэаганим». Это такая как бы национальная организация Израиля, которая занимается организацией национальных парков. И все, что связано с памятником истории, культурой, археологией и так далее, они, так сказать, как бы сохраняют природу, они сохраняют исторические памятники, археологические памятники. Здесь у нас возле земли Израиля, как известно, их очень много. И вот такая эмблемка, такую эмблемку, так сказать, они носят. Откуда у меня эта шапочка? Рассказываю историю. Значит, мы готовим сейчас отчет поездки меня с семьей в Масаду. И я, в принципе, обычно никогда шапочки от солнца не одеваю. Но Масада, как известно, место жаркое. И решил, я думаю, не буду я рисковать своей головушкой, чтобы ее не напекло. И поэтому я куплю себе такую шапочку. Вот, поднялись мы на Масаду наверх, и там продавали вот эти шапочки. Я так вышел, там было так тепло, ощущение было, что шапочка-то нужна. Взял я более светлую, там была черненькая такая шапочка и зелененькая. Белой не было. Лучше всего, конечно, белую. Лучше всего отражают солнечные лучи. Но пост, опять же, не об этом, а пост о том, что эта шапочка, собственно говоря, стоила там 28 шекелей. Стоила она там наверху в Масаде 28 шекелей. А продают такие шапочки в магазинах у нас. Обычно за 7, за 5, за 10. Примерно такие же шапочки. Теперь у нас есть правило такое, да? Что если человек продает товар, который стоит больше, чем на одну шестую, то это называется ойное, обман. Но на самом деле это не обман. Это называется сделать человеку неприятное, боль. То есть слово лицаэр, вэллаанот, это то же самое слово. То есть ты делаешь человеку тем самым обман, который его как бы делает ему больно, делает ему неприятно. Это запрет Торы. Теперь это с какого момента я имею право отменить сделку, и мне должны вернуть деньги? Если это на одну шестую, на 16% дороже, чем рыночная стоимость вот этой шапочки. Теперь ну что? Что вы хотите сказать? Я уже слышу, так сказать, возгласы за камерой, но ты же сам заплатил. Ты же видел цену 28 секелей вместо 7 или 10. То есть это больше, чем, почти в 3 раза дороже, чем максимальная цена на рынке. Ты сам согласился? Да? Ты сам решил? Но тут встает такой вопрос. А если бы я не знал? Хорошо, единственное, я в тот момент не знал. Ты мне потом, так сказать, жена сказала, ты знаешь, что говорит, она стоит 5-7 шекелей. А вот если бы я не знал, что я имею право им вернуть? Все говорят, нет, ну это же для туристов. Для туристов можно продавать дороже. Во-первых, почему? Кто сказал, что для туристов можно продавать дороже? А во-вторых, ну и что? А если, так сказать, я турист еврейский, приехал и у них купил? Почему они имеют право сделать дороже? Есть такая интересная Аллаха, интересный закон Шелхана Рухи, который гласит следующее. Если я знаю, например, что вот эти шапочки в Китае, где их производят, стоят 1 шекель. Я знаю об этом. Но я везу их сюда, в Израиль, продаю их за 10 шекелей. То есть сколько я процентов имею? Тысячу процентов, да? Навара. Явно больше, чем 16. В 10 раз больше, это значит тысячу процентов. Имею ли я право иметь такую выгоду по закону Тарак? Так вот, написано в Шелхана Рухи, такая Аллаха интересная, что если все продают за 10, несмотря на то, что в Китае, где их производят, я их покупаю руб по шекелю. Это не называется, что он меня обманул. Вся, весь запрет, он заключается в том, чтобы сделать человеку больно и неприятно. То есть он мог бы купить дешевле, а я его обманул. Но если все продают за 10 шекелей в Израиле, а те, кто продают в Китае, так езжай в Китае и покупай. Китайская цена, несмотря на то, что я знаю, что все оптовики делают эти тысячу процентов на каждой шапочке, на каждой бейсболке. Но это нерелевантное рассуждение. Ты хочешь, покупай в Китае. Если ты хочешь, покупай здесь, здесь такие цены. Да? Меня всегда мучает вопрос, а как, есть ли какая-то мораль и разумные границы для оптовиков, сколько они могут накручивать на цене? Вот этот вопрос для меня остался до сих пор не ясен, его нужно прояснить. То есть я, как оптовик, имею ли я право неограниченно взвинчивать цены просто потому, что на рынке есть спрос и за эти деньги тоже? Или есть какая-то моральная граница этого? Не знаю. Но здесь такой момент получается. Если я покупаю, хочу уподобить, если я покупаю вот эту шапочку на Моссаде наверху, то понятно, что есть места, как в Китае. Есть за 5 шекеля, есть за шекель. Но я сейчас нахожусь в Моссаде. Все, кто находится в Моссаде наверху, прекрасно понимают, что здесь не будет цен обычного магазина. Здесь цены другие. И поэтому не должен я чувствовать себя обманутым. Да, здесь это стоит в три раза дороже самой дорогой цены, которая есть внизу. Ты пришел сюда, ты не подумал о том, что тебе нужна эта шапочка. Ты должен заплатить, если хочешь. Можешь не платить, но ты свободный человек в свободной стране. Хочешь – покупай, а не хочешь – заверни голову полотенцем, найди что-нибудь, что у тебя есть. Сними рубашку, завяжи ее на голову. Что хочешь – можешь делать. Но в принципе, или ходи, пусть тебе голову печет. Все уже дальше решай проблемы сам. Но нельзя сказать, что продавцы вот этой вот бейсболки, они нарушают запрет Туры не обманывать другого еврея. Почему? Потому что есть такая лоха, что если все в этих местах продают за эту цену, это называется рыночная цена для мест, которые принадлежат Рашюта Тева Ваганим. Они принадлежат вот там, где на всех памятниках истории и культуры цены, они такие. И поэтому, так сказать, я не могу предъявить к Рашюту Тева Ваганим какие-либо претензии, что они мне продали эту шапочку в три раза дороже самой дорогой цены. Большое спасибо.